Общество знания. Тема номер восемь. Роль права в жизни человека, общества и государства. Вспомним, какие правила поведения людей существуют. В чем состоит основное значение нормы? Для чего создаются нормы? Подумай, можно ли добиться порядка и справедливости в обществе? Почему право? Это прежде всего ответственность. Одна из самых древних потребностей человеческого общества – потребность порядка и справедливости. Людям всегда был остро необходим такой регулятор поведения, который помог бы им спокойно договариваться по самым острым проблемам. Мирно и справедливо улаживать любые конфликты. И такой регулятор был найден. Мудрость и здравый смысл присущие человеку привели к открытию права, предназначение которого как раз в том и состоит, чтобы предотвращать конфликты и столкновения. А если они возникли, помогать преодолевать их мирно, культурно, как мы теперь говорим, цивилизованно. Постепенно в ходе истории сложились нормы права, общеобязательные правила, которые точно указывали всем и каждому, как следует поступать в той или иной жизненной ситуации. Какие у человека есть возможности в обществе и в чем состоит его ответственность перед людьми? В чем смысл понятия права? Право соединило в себе несколько смысловых значений. Одно связано с понятием править, управлять, регулировать. Отношения между людьми и общественный порядок. С помощью норм права осуществляется правление, управление в государстве, устанавливается правильный, единый, равный для всех порядок. Если кто-нибудь нарушает созданный с помощью права порядок, то на него находят управу, то есть заставляют считаться с установленными нормами. Другое смысловое значение права связано со справедливостью, с правдой. Право всегда ориентирует людей на правду, справедливость, устанавливает определенную меру справедливости. Неслучайно многие юридические правовые документы в старину так и назывались. Правда, русская правда, солическая правда, польская правда. Из работы римского юриста Ульпиана. Изучающему право надо прежде всего узнать, откуда произошло слово «право». Право получило свое название от правосудия, ибо согласно превосходному определению Цельса, право есть наука о добром и справедливом. Следует ли из документа, что право должно соответствовать нравственным принципам своего времени и не отставать от него? О каком смысловом значении права вы узнали из этого документа? Третье смысловое значение связано с естественным правом. С древнейших времен многие мыслители утверждали, что есть такое право, которое никем не создается и не даруется ни государством, ни монархам, ни церковью. Оно существует естественно, происходит из самой природы человека, общества, окружающего мира. А верующие люди считают, что оно даровано Богом. Так его и называют – естественное право. Оно принадлежит человеку от рождения уже потому, что он человек. И никто не может его отнять. У человека это неотъемлемое, прирожденное право людей. Естественное право включает, прежде всего, право человека на жизнь и на все то, что помогает сохранению и развитию жизни. Право на личную неприкосновенность, право на свободу мыслей, убеждений, совести и религии, право владеть имуществом и другое. Государство таких прав не создает. Не может же оно издать закон, в котором с такого-то числа разрешит людям жить, думать, говорить, верить и так далее. Но государство может включить нормы естественного права в свои законы. И этим подчеркнет, что признает такие нормы, гарантирует их соблюдение и защиту. Естественное право не всегда бывает закреплено в законах той или иной страны. В таком случае для этих стран естественное право существует в виде образца, правового идеала, которому следует стремиться. А в наши дни естественное право наиболее полно представлено в ряде документов ООН, главным из которых является всеобщая декларация прав человека. Более подробный разговор об этом выдающемся документе, который принято называть Библией современного права, состоится позднее. Если та или иная страна подписывает эти документы, включает их в положение, в свое национальное законодательство, естественное право из образца идеала становится реально действующим юридическим документом, требования которого должны соблюдать все. Так встречаются позитивные, положительные, то есть реально существующие, действующие, установленные государством, естественное право. Мнение. Из наследия русского философа Зиньковского в годы жизни 1881-1962. Любопытно отметить первые ростки так называемого естественного права, которое стало особенно развиваться в России во второй половине XVIII века и перешло потом в XIX век. Русский историк-академик Виппер считает, что идея естественных прав, которая часто встречается в XVI веке у русских публицистов и церковных деятелей, взята из римской юридической сокровищницы. Однако с не меньшим основанием можно возводить первые ростки идеи естественных каждому человеку с рождения присущих прав к христианскому мировоззрению. Во всяком случае, в русской литературе XVI века настойчиво проводится мысль о свободе, дарованной Богом всем людям. Когда в России появились первые ростки естественного права? Откуда, по мнению академика, в Виппере исходит естественное право? Чем отличается точка зрения Зиньковского? Итак, право – особый социальный регулятор. Оно обычно исходит от государства, то есть создается законодательными или другими компетентными органами государства и закрепляется в законе или другом нормативном акте. Но право, конечно, нельзя свести к отдельному закону, норме. Право – это совокупность всех принятых государством общие обязательных норм, устанавливающих определенные права обязанности как отдельных лиц, так и организаций, в том числе и государственных. Меры свободы, справедливости и ответственности. Каким же путем право устанавливает порядок и справедливость в обществе? Короткий ответ может быть таким. Порядок и справедливость право устанавливают путем четкого определения меры свободы людей. Давайте глубже вникнем в смысл этой формулировки. Мера – это то, что помогает сделать точный расчет и ответить на вопрос, сколько, какое количество, какой объем, размер и так далее. Право точно указывает, сколько свободы дано человеку. Подлинная свобода состоит в том, чтобы уметь правильно пользоваться своими правами и уважать права других людей. А все другие люди, естественно, должны уважать ваши права. Одно только право способно точно указать, сколько и какие права имеет человек, или, иначе говоря, какие у него юридические возможности и обязанности. Что ему можно делать, а чего нельзя, от чего он должен быть защищен и за что он сам несет ответственность. Все это четко указано в нормах права для гражданина нашей страны, в первую очередь в статьях Конституции Российской Федерации. Взаимосвязь прав, свободы и ответственности очень точно выразил великий немецкий философ Эммануил Кант в своем категорическом императиве, абсолютно обязательном, повелительном требовании права. Вот примерный смысл императива. Поступай так, чтобы свобода твоих поступков была совместима со свободой каждого и со всеобщими законами. Если вдуматься, философ призывает каждого очень ответственно относиться к своим поступкам. Поэтому юристы всегда подчеркивают, что право – это прежде всего ответственность. Документ. Вот что писал о сущности права философ и правовед Трубецкой. Года жизни 1863-1920. Сущность всякого права выражается, с одной стороны, в предоставлении лицу известной сферы внешней свободы, а с другой стороны, в ограничении этой сферы. Право всегда требует, чтобы внешняя свобода была предоставлена лицу именно в тех границах, которые оправдываются и требуются целями добра. Безграничная свобода отдельного лица была бы не только отрицанием права, но и прямой противоположностью добра. Поэтому право предписывает, чтобы внешняя свобода лица была всегда ограничена свободой других лиц в той именно мере, в какой этого требует добро. В чем Трубецкой видит сущность права? Почему он против безграничной свободы? Что всегда служит границей внешней свободы отдельного лица? Норма права – закон. Когда государство принимает ту или иную правовую норму, оно утверждает или, говоря точным языком юристов, закрепляет ее в официальном государственном письменном документе. Такие документы называют нормативно-правовыми или нормативными актами. Ими могут быть конституция, основной закон, законы, подзаконные акты, указы, постановления и так далее. Условно, иерархическая лестница нормативных актов выглядит следующим образом. Конституция, основной закон, законы, подзаконные акты. Нормы права различаются в зависимости от того, в каком документе они закреплены. Есть конституционные нормы, есть нормы закона, есть нормы подзаконного акта. Чтобы было понятнее, поясним, что закон – это нормативный акт, который регулирует наиболее важные общественные отношения, обладает высшей юридической силой. Сила нормативного акта зависит от того, какой орган государства его принимает. Высшая юридическая сила законов объясняется тем, что их принимает высшая законодательная власть – парламент. В России он называется федеральным собранием. Или же непосредственно народ страны путем референдума прямого голосования избирателей. Законы подразделяют на основной конституции и обыкновенные. Подзаконные нормативные акты издаются президентом, указы, правительством, постановлениями, министерствами, приказы, инструкции и так далее. Все подзаконные акты издаются только на основе законов и не могут им противоречить. Поскольку нормативные акты обладают различной юридической силой, они взаимодействуют на основе определенного суподчинения – иерархии. На вершине иерархии находится основной закон – Конституция, который определяет основы правового регулирования в стране. Все остальные нормативные акты действуют только в согласии с Конституцией и не могут ей противоречить. В чем же основной смысл правовой нормы? Главное ее предназначение – регулировать взаимоотношения между людьми и их группами, то есть общественные отношения, в форме дозволения, предписания или запрета. Каждая норма содержит четко установленную меру – объем определенных прав и обязанностей. Этим она осуществляет свою функцию регулирования. Изучишь текст нормы – узнаешь свои возможности и обязанности. Норму, принятую государством, обязана соблюдать все – отдельные лица и организации. Она становится общеобязательной. Государство же строго следит за ее исполнением, а в случае необходимости может и заставить соблюдать. Таким образом, норму права можно определить как охраняемое государством общеобязательное правило, которое регулирует общественные отношения, поведение людей, устанавливая определенные права и обязанности. Норма права может действовать только после ее опубликования в письменном виде. Неопубликованная норма не существует. Сравнивая норму права с другими известными вам социальными нормами, обычаями, моралью, вы без особых усилий назовете ее отличительные особенности. Закрепленность в законе или других нормативных актах. Общая обязательность. Обеспеченность силой государства. Система законодательства под законодательством понимает всю совокупность нормативных актов, действующих в стране. Законодательство, единая система, все части которой объединены и взаимодействуют на основе соподчинения иерархии, о которой вы уже знаете. К основным частям системы относят законы, подзаконы, акты и конституцию, которые возглавляют всю систему законодательства. Она является также юридической базой для выработки новых законов, текущего законодательства и вообще всей законотворческой деятельности государства. Законодательство, то есть всю совокупность нормативных актов, подразделяют также на отдельные большие группы прав – отрасли права. Каждая отрасль права представляет собой совокупность группу правовых норм, которые регулируют отдельную сферу – область, круг, близких по своему характеру, однородных общественных отношений. Например, трудовое право – это отрасль права, регулирующая сферу трудовых отношений, семейное право – отрасль, регулирующая сферу семейных отношений и так далее. В России система законодательства включает около 30 отраслей. Важнейшая из них – конституционная отрасль права. Она регулирует сферу общественных отношений, связанных с устройством государства и правовым положением человека. Гражданское право регулирует главным образом сферу имущественных отношений. Административное право – его норма регулирует общественные отношения в сфере государственного управления. Поскольку отрасль права – весьма обширная совокупность норм, внутри отрасли принято выделять сравнительно небольшие группы взаимосвязанных норм – институты права, которые регулируют однородные общественные отношения. В гражданском праве, например, есть институт купли-продажи, институт дарения, институт сделки и другие. В уголовном – институт необходимой обороны, институт крайней необходимости, институт невменяемости и так далее. В семейном – институт брака и так далее. Правый закон. Приходилось ли вам задумываться над вопросом, существуют ли различия между правом и законом, или они абсолютно совпадают? Строго говоря, над этим вопросом человечество размышляет еще с античных времен. В современной науке есть разные позиции. Одни ученые утверждают, что правый закон абсолютно совпадает, что любой принятый закон – это есть право. Эти ученые не делают различий между правом и законом. Другие доказывают, что правый закон не всегда совпадает, что закон не всегда является правом. Ведь государство, рассуждают эти ученые, может принять и неправовой, несправедливый закон, закон, не опирающийся на право. Право же – это мера свободы. Оно выражает сложившееся в обществе представление о справедливости. Вот в этом и состоит различие. Закон может быть несправедливым. Например, многие считают несправедливым действующий закон о едином подоходном налоге, когда людям с разными доходами от самого маленького до многомиллионного приходится платить один и тот же процент с дохода. А право бывает только справедливым, иначе оно перестает быть правым. Превращается в свою противоположность – произвол. Несправедливый закон нельзя отнести к праву. Его так и называют – несправедливый закон. А в народе говорят – дикий, драконовский. Граждане, если они способны защитить свои права, должны добиваться отмены такого закона и принятия другого, правового, справедливого. Говорят мудрые. Право – это искусство добра и справедливости, римское юридическое изречение. Сущность права состоит в равновесии двух нравственных интересов – личной свободы и общего блага. Соловьев – русский философ в годы жизни 1853-1900. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова